Сегодня, дорогие братья и сестры, мы вступаем, как я его называю, Советский Новый Год, или просто Новый Год всемирный, гражданский, потому что у нас есть Новый Год церковный, с которой начинается круг боуслужений, праздников и Божьего благословения. Но весь мир сегодня празднует этот день, и разрешите мне от числа братья Киев Печерской Лаврии от себя поздравить и поприветствовать вас с этим Новым Годом. Сегодня, к сожалению, люди не хотят вдумываться в смысл человеческой жизни и думают, что страница прошедшего Старого Года и открытие Нового Года, это зависит от того, сколько мы съедим мяса, сколько мы выпьем вина, сколько мы погуляем и каких-то еще сделаем таких неблагоприятных дел в эту ночь. В эту ночь, если взять практически, мы должны просто-напросто поблагодарить Бога за величайшую милость прошедшего года, что мы живы, что в нашей стране нет войны, нет таких сильных катаклизмов, нет практически непониманий, хотя они существуют в политических кругах, но Восток, Запад, Север и Юг живут в братской любви и взаимопонимании. Сегодня мы переступили черту Нового Года 2012. Сегодня люди, которые далеки от истины, придумают разного рода истории. Первое то, что Высокосный Год — это страшный год, он Божий год, и то, что нужно будет в этом году, оно сбудется. Если это хорошее, оно будет тоже, хай Господь посылает. Если что-то плохое в Новом Году, оно в силе нас с вами его изменить. Почему? Потому что много поможет молитва праведника. Если мы будем только молиться, если мы будем жить по Евангелию, если мы будем видеть в каждом человека образ Божий и подобных нам братьев и сестер, Господь любит таких людей, сказанных в Священном Писании, и исполняет всякое прошение. Поэтому в этом году можно и жениться, и замуж выходить, и входить в дома, и заниматься строительством. Но прежде всего мы должны просить у Бога благословения и помощи, а не пугаться того, что мы себе сами нарисуем. Сегодня много почему-то людей обращаются к нехристианскому, не к Божьему правосудию и Божьей жизни. Удивительно, когда человека спрашиваешь, что там, или тебя спрашивают, «Ты кто? Дева? Козеров? Баран?» или еще. Ну, если ты баран, то никто же не виноват. Если ты рыба, ну что ж, с человека стало мир животных, или там леви, или еще чего-то такое. В первую очередь, я христианин. Я ношу образ и подобие Божие. Я рожден таким, как родился Христос. Я есть таким, как меня сотворил Бог. И в Священном Писании нигде нет ни одного намека на то, чтобы кто-то был драконом, змеей. Этот человек присуществляет сам себя, приводит в то или иное достояние, которое он мнит в себе. Сегодня, дорогие братья и сестры, удивительно, что мы считаем в Священном Писании книги книг, которые никто не может преодолеть, которые никто не может изменить, потому что написано в Апокалипсисе. Если кто-то что-то изменит, пускай Господь выпишет того из вечной книги жизни. Если кто-то что-то допишет, пускай Господь пошлет те казни, которые написаны в этой книге жизни. Кто может знать, кроме Господа, пришествие второго в мир Христа? Только Сам Господь. В Священном Писании свидетель, что Иисус Христос сказал, «Не знает никто, токмо, один Отец Небесный». Он говорит о себе, как Бога-человеке, что и Он не знает того дня, как человек, но как Бог Он все знает. Поэтому для грешников страшный суд, конец мира, он уже здесь. А для праведников он будет длиться вечно, он будет радовать, потому что праведник видит все события, которые происходят в этом мире, и знают, что это начало всему тому, когда должен прийти Антихрист. Поэтому, дорогие братья и сестры, не утруждайте себя пустыми мыслями. Вместо того, чтобы читать эти всякие языческие предсказания или обманчивых проповедников, возьмите в руки Священное Писание, измените свою жизнь, и Господь продлит дни жизни нашей земной и водворит в обители Царства Небесного. Новый год, он несет и новые проблемы, он несет новые события. И мы должны все делать так, как сказал один из писателей. Нужно прожить так жизнь, чтобы, оглянувшись назад, не было жаль даром прожитых лет. Поэтому всякий человек, который живет по заповедям, он не жалеет о том, что это высокосный год. Он не боится, что Господь пошлет ему за свои или за греки родных и близких какие-то испытания. Он за все благодарит и в нормальном, и в высокосном году. Разрешите мне еще раз, еще раз поздравить всех с этим Новым годом. Пожелать, чтобы и впредь Господь хранил нашу страну, умудрял наших руководителей, давал силы нам и разума видеть во всем промысел Божий и достойно совершать свой жизненный путь до тихой пристани Царства Небесного. С Новым вас всех 2012 годом! Редактор субтитров А.Семкин